Особое внимание в послании народа Казахстана Касым Жамартугаев уделил социально-экономическому развитию. Как заявил президент, с нового года минимальная зарплата повысится до 85 тысяч тенге, а в стране откроются три филиала зарубежных банков. Это должно усилить экономическую конкуренцию, уверен глава государства. Большую перезагрузку со следующего года ожидает и от Басыбанк. Его работу переориентирует с областных центров на районы, моногорода и села. О президентских инициативах и экспертных мнениях материал Адель Акжаркеновой. Развитие экономики невозможно без развития предпринимательства. Как отметил в своем послании Касым Жамартугаев, принятые в последние годы меры обеспечили стабильный рост малого и крупного бизнеса. Однако темпы развития среднего предпринимательства недостаточны. Поэтому необходимо активно устранять перекосы, которые могут сдерживать его рост. Глава государства отметил, что в стране не так много успешных средних предприятий, активно осваивающих рынки. Поддержка даст возможности для расширения производства в 2-3 раза. Для успешного перехода на новую экономическую модель придется поднимать его практически в ручном режиме. В первую очередь необходимо устранить перекосы, сдерживающие средний бизнес. Не секрет, что большая его часть, вырастая, дробится, чтобы остаться в удобном сегменте малого бизнеса. Следует объединить программы «Дорожная карта бизнеса» и «Экономика простых вещей» в комплексную программу поддержки малого и среднего предпринимательства. Большинство экспертов считают, что вопросы, озвученные главой государства, своевременные и необходимы. Если в прошлом году послание народу было в основном сосредоточено на политической и общественно-социальной сфере, то сейчас пришло время сконцентрироваться на экономической независимости республики. Эксперт Рахман Алшанов объяснил, что под собой подразумевает дифференцирование господдержки и какую пользу это принесет государству. Укрепление сельской экономики, региональной экономики очень важно. И в этой связи он сделал акцент на то, что Атбасовый банк должен заниматься регионом сельских местностей. Не в областных центрах, а идти в районы, идти в селы. Потому что концентрация деятельности банков в Астане, в Алма-Ате, в Чемкенте, в крупных городах привел к перекосу. Развивая экономику, нельзя забывать о самом важном ресурсе страны – человеческом капитале, сказал Касымжом Артукаев. Глава государства считает необходимым внедрить единую добровольную накопительную систему «Келящек», которая охватит финансовую поддержку детей с пяти лет. То есть появится программа, которая должна предусматривать стартовый образовательный капитал от государства, ежегодную выплату госпремий и предоставление инвестиционного дохода. Влияние всех экономических мер должны напрямую влиять на благополучие населения. Особенно это важно для регионов. Люди переезжают туда, где они могли бы улучшить свои жилищные условия, найти более высокооплачиваемую работу. Потому концентрация на сельском местности и поддержки сельского населения должно стать принципиальным вектором в политике. Торговую политику тоже ждут изменения. Касымжумар Тукаев поручил обеспечить защиту отечественных производителей с учётом интересов нацбизнеса. Сейчас защита внутреннего рынка Казахстана по всемирной классификации остаётся низкой, подчеркнул президент. Все поручения главы государства правительство должно воплотить в жизнь в течение последующих трёх лет.